Это начало нашей кухни. С чего девочки начинают? Она здесь сладенькая. Мабочненькая. Кушать приехала. Вот смотрите, человек, который покупает кухню, которая выбрала и заказала шину. Что за полочка? Мы начинаем грузить свою кухню на тележку. Вы даже себе не представляете, какое шоу сейчас было. Я вам сейчас все подробно расскажу. Вот мы приехали. Приехали вовремя, даже на час раньше. Кей работает с 10, а мы переехали к 9. Обычно мы ездим на теплое Стана, а в этот раз приехали в Белую дачу. Она чуть подальше от нас, но зато здесь есть все, что нужно нам по списку по нашей кухне. Кашу здоровья я ненавижу, как и моя средняя дочь. Но иногда тем, особенно в Киеве. Первый раз в жизни. А она здесь сладенькая, молочненькая. Ты что с ним кушать приехал? Зачем сюда приехал? Позабыл уже, да? Пробуй. Мед не нужен. И как ладко. И мягко. И переваривается. И как у нас дома не хручит. Не разговаривает. Ну все. Завтрак просто сверхъестественный. Тут кофе, по-моему, грянет. Ну ладно, ты еще не пробовал. Тебе всегда нравилось. Сам попробовал. Если вещам реально, ничего дома готовить не нужно. Потому что такой завтрак за 100 рублей дома будет гораздо дороже и проблематичнее. Вот вышел. Кашку поели и побежали на работу. Еще доехать надо. Там уж рядом живут. Будем надеяться, что все эти люди, они не покупатели за кухнями, а пришли позавтракать. Кухню нам привезут после 22.00, но мы должны часть ее собрать самостоятельно на складе, чтобы все пробить на кассе и все это успеть до двух часов. Мы начинаем грузить свою кухню на тележку. Это идет стеллаж ГНЭП, который никакого отношения пока что с кухней не имеет. А, а еще я взяла самую главную вещь. Это начало нашей кухни. С чего девочки начинают кухню? С внутреннего наполнения. Вот мы на 38-м ряду. Идем к 34-м месту. Чтобы получить, что? Шаблон для сверления ручек. Потрясающе. Еще 44-е место. Ручки ланса. Еще 48-е место. Еще одни ручки ланса. Шаблон. Шаблон и много ручек для кухни. Хотите посмотреть, как выглядит шаблон? Ну, скажи лучше. Один. Вот это фикса. Ну, один тебе нужен. Приложил, продырявил. Такой один. Нарисовал, а потом продырявил. А вдруг он бракованный будет? Ну, возьми два. Струли. Ну, можно. Пойдем за ручками. Ручки ланса. Так, дождь, сколько штук? Как бы узнать, сколько штук? Три. Это у нас 44-го места. Ручки, которые 345 миллиметров. Их три штуки по две. Ну, две. Мы берем три. Так, еще один. 48-ое место. 48-ое место. И таких ручек у нас 6. Это большие ручки. Ланса большие. Обратите внимание, если сравнить с ланцой маленькие, они вот так. Ну, это на шкафчик на 40, а это на шкафчик на 60. 6. Я хотя бы ручки домой увезу. Представляете, когда начали выписывать кухню, оказалось, все здесь есть, кроме фасадов. Одного фасада. Для двух ящиков, но для одного шкафа. В общем, за этими фасадами мы сейчас резко должны рвануть в Икею Теплый Стан. Нас радостно предупредили, что пробки всегда. И успеть эти фасады оплатить на кассе до 14.00. В общем, все вам расскажем. Так, и теперь нам нужно... Бабкирка. А, еще сифон. Слушай, а мойки нету. Мойка там, наверное. В 8-ом ряду. Что у нас? У нас все. У нас постой. У нас осталась полка на 25-ом ряду и сифон выпадающий. Сифон выпадающий. Для динарной мойки. Можно я как девочка выпадающий сифон. В общем, надо взять на 25-ом ряду 22-ое место полку. И сифон 29-ое первое место. Пошли. Лиль Викин сифон. Лиль Викин. 203, 695, 20. Да? Да? Да. Да. Лиль Викин. И теперь 25-22. Пошли. А здесь мы забираем нашу полочку, которая у нас будет висеть над нашей доской для записи. На этой полочке будут у нас стоять наши продукты. А где полочка? Полочки нет. Где полочка? Только тут полить. Где полочка? Какая? Вот она, полочка. А это полочка. А это наша полочка, да? Что за полочка? Полочка, которая будет висеть над доской. Вот смотрите, это человек, который покупает кухню, которая выбрала и заказала шину. Что за полочка? Какая полочка? Я не по полочке подписывался. Баттирка за 1800. Ёлка, сельмок. Она стеклянная? Нет, она полноалюминиевая. А почему я не вижу алюминия? Сбоку, смотри. Ты не хотел такую полочку? Я ее и глаза не видел. Ну, скажи, что ты хотел эту полочку. Да, да, да. Ты ее хотел. Незаметно как-то ты ее хотел. У тебя она нравится? Нет. Почему? Смотри, торчащие углы. Там не глазами биться. Она будет высоко. Как? Она будет над доской для записи. Ну. Высоко. А ты как думаешь лазить туда? Так, надо было планировать кухню. Уже спланировано, да? Ничем ты не будешь биться. Ой, блин. У нас металлическая полка висеть будет. Она с чем будет гармонировать? С ножками скала. Она белая что ли? Да. Посмотри сбоку. Да, я еду. Крен бью. Ладно, хорошо. Все, нет? Давай пересчитаем. Давай. Может по бумажке лучше? Вот у меня такая же бумажка. Ладно, поехали. Подожди, подожди, подожди. Считаем. Так, лоток для столовых приборов. Полка. Стеллаж дубовый шпон. Стеллаж проверь 102, 771, 49. Сифон. Алло. Шаблон. Три ручки и шесть ручек. Все. Спасибо большое. А что? Что тебе сейчас сказали? Мы сейчас возьмем кухню всю. На, едино. В общем, я могу побежать подписывать. Три ручки и шесть ручек, да? В общем, пересчитывай. Все. Спасибо. Шесть? Пять. Как пять? Ты же брал шесть ручек. Четыре. Шесть. Шесть. Паленьких три, да? Да. Три. Сифон один. Да. Я все присмотрела, эти ручки пересчитать. Все. Пусть придет, что пойдет. А теперь, ну, как и поделаешь. На самом деле, мы решили взять кухню в расстрочку, потому что это удобнее, чем платить 150 тысяч сразу. Можно платить также без процентов по 10 тысяч в месяц, а большую сумму 150 тысяч потратить куда-то по своему усмотрению. И сейчас вот Алексей узнал, что мы одобрили расстрочку. Ну, значит, все нормально, но мы его, в принципе, могли не одобрить, потому что у него хорошая кредитная история. И поэтому сейчас он берет там карту, которую мы будем расплачиваться на кассе. Он побежал за этой картой, а я иду на кассу, увидимся дальше. И где вы находились, как вы думаете? Это лифт Икея. Грузовой лифт для покупок, для вырезок наших покупок. Вы даже себе не представляете, какое шоу сейчас было. И я вам сейчас все подробно расскажу.